всем привет друзья мы на канале породные куры в оренбурге меня зовут вадим 28 января обед вот сейчас разнес водичку по вольерам и небольшой видео обзор про вот эту уникальную курочку амеруркана американская порода значит почему опять снимаю про неё уже множество раз снимал значит по просьбе сегодня утром позвонил мне один из моих самых активных подписчиков попросил снять именно про нее и рассказать как она несется в зимнее время вот потому что говорит не верят люди что вот это вот такая маленькая курочка может нестись неотапливаем сарае значит не первый год она у меня уже я даже не знаю точно не то семь не то 6 лет вот живет эта курочка если бы у меня к ней были вопросы то она так долго у меня не задержалась вот потому что смысла нет держать ту курицу от которой проблемы отдачи нет вот зимой несется очень хорошо в неотапливаем сарае сарае мне неотапливаем и обычный деревенский сарай сделаны из фиг знает чего вот и обмазаны вот так не отапливается единственное в морозы вот вкручиваю лампочки помощнее для освещения чтобы теплее было ну естественно под ногами сухая подстилка вот видите три раза в день нашу теплую воду хороший корм и птичка нормально себя чувствует несется зимой очень даже прекрасно по моему даже нисколько не сбавляет яйца носкость я там делал видео обзоры даже некоторые месяцы доходило до 26 яиц от одной курочки в месяц это великолепный результат неотапливаемый сарай комбикорм нефабричный своя зерносмесь вот так но в этом году яйца носкость у меня чуть-чуть пониже вратник вот ведь и не дает снимать петух этот очень такой борзый напитка очень борзый он может мне помешать сейчас весь мой репортаж без телефона он меня подпускает все вот с телефоном принимает его видно за какого-то хищника и атакует ну значит коротко американская порода кур вот арауками совсем другая курочка это прародители ее вот они бесхвостые там у меня говорили это у вас не араукана конечно не рука на этом и рука на вот мало ешка аккуратная птичка валерий всегда сухо они как-то даже не знаю куда они все после себя дают очень аккуратная но мало ешка пополам от царской сельской на пополам расход меньше на корм вот значит что еще крепкие на улицу от мороза у нас бывает до минус 40 прекрасно себя чувствует состояние птицы вот видите вот недавно у нас было минус 39 час от минус 16 на улице вот как она себя чувствует видите видно что она там скокожилась или чё или замусольный перо блестит горит вот все вот поэтому вопрос заключался в том что ей нужен только теплый сарай ну наверное в теплом сарае хуже не будет но вот у меня вот такой какой он есть вот вот на стенах видите и не вот потому что на улице морозяка а тут все таки тепло и вот получается вот так птица себя прекрасно чувствует вот что еще хочу сказать значит изначально я завез ее из москвы этот долго работал в москве там вот покупал инкубационное яйцо вот а потом вот этого петуха мне подарил юрий значит подарочный петух прислал из тольятти он где-то покупал не в тольятти вот отправила ко мне вот то есть значит они уже не родственны прошлогодней семья тут молодок нету молодки вон там в том вот те еще не несутся яйцо с голубой скорлупой конечно молодка несет мелкое яйцо ну по крайней мере я про свои говорю даже бывает 42 44 грамма вот такое но вот уже на втором году 55 в этом году от 60 не было те года вот двухлетняя курочка вот такая на втором году несла яйцо до 60 грамм вот у меня есть видео обзоры это не прошлогодний на на позапрошлогодний обзор петух видите мне ударил опять ведь еще делает вот с таким риском для своего здоровья если мы были хомуха видео обзор петька этот трамп американец иди гад и у меня поднять его нечем же ну в общем то есть что хотел уже почти сказал что хотел уже почти сказал вот вот такие это не короче защитник видите ну еще что яйца покажу вот сегодня на улице 20 нету мороза 15 16 такой мороз вот такие два яйца уже есть обед сейчас видите красивый глянцевая такое голубое не знаю камера показывает или нет ответе какое яйцо вот но вот это на на грамм 53 а вот этот грамм 55 2 вот я думаю неплохо для такой небольшой курочки экономичной миниатюрной они вот они очень ручные если бы сейчас не петух сейчас бы я вот тут петух не дает ведь еще делать петух не 5 к вот такой ответе борода бакимбарды видите гребень маленькие ответе то есть замерзать нечему они легко переносят мороз вот вот такой гляньте как горит перо уже это до конца буду рисковать для вас вот то есть была бы она и хреново бы было в мороз они бы так вот не горели видите как они все горят перо горит птицы очень хорошо я так думаю я так думаю как этот говорил мы к торча курочки ручные вот видео я ее беру вот как кошечка петь каток борзы вот они такие вести шарики окраса бывает разных я не я точно могу наврать по моему 7 или 6 у них по стандарту есть окрасы вот но у меня вот я их не разделяю по окрасам черные и лаванды в одной клетке вот мне это не принципиально петух вот такой хотя как-то я хотел сделать лавандовых отдельно но потом этот это надо еще один вольер а хочется еще каких-нибудь пород держать поэтому вот это так ну я думаю я удовлетворил твой ответ вопрос твой раскрыл ответ птица шикарно себя чувствует вот видите зимой несется весной еще лучше будет не стичь наверно вот потому что весна есть весна природа свое берет оплот хорошего этой курочки цыплята лупятся очень хорошо дружно вот вот ну и не хлебом единым тоже видите она и красиво еще добавок вот они какие вот они какие вот тут есть на что посмотреть он видите как отливает вот так ну все всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока